Краснота в тюрьмах проявляется по-разному. Это может быть буквальное, дотошное соблюдение режима и правила распорядка согласно кодексу. Все внутренние приказы и распоряжения доводятся до абсурда. Передвижение только строем или только по прямой. Никаких неровных линий при ходьбе. Отряды строем ходят только с песней. Одинаковые робы и бирочки. За малейшее нарушение или даже неправильный взгляд немедленное наказание. Лишение свиданий и передач. Шизо, ПКТ, БУР и прочие виды наказания. В шестяных тюрьмах и зонах с одной стороны все делается по букве закона. С такой нечеловеческой въедливостью и прилижанием, что человеку в таких условиях некогда вздохнуть и расслабиться. И это больше похоже на издевательство над личностью, нежели на путь к исправлению. А ведь провинившегося человека приговаривают к исправлению, а не к методичному издевательству над его телом и разумом. Именно красные шерстяные зоны используются для ломки криминальных авторитетов и воров в законе, не признающих никакого закона и власти над собой, кроме воровского. Здесь авторитеты, не вставшие на путь исправления, раскручиваются на новые срока. За малейшее проявление характера им назначаются. БУРы, Шизо, ПКТ и добавляют срока. Бывали случаи, когда вор в законе, заехав на зону со сроком в 2 года за карманную кражу, потом сидел по 20 или даже 30 лет безвылазно. Заправляют на шерстяных зонах переобувшиеся блатные и разжалованные криминальные авторитеты. Шерстяные – это самый худший вариант зон. Ведь, как говорится, нет хуже хозяина, чем бывший раб. Так и здесь. Бывшие блатные знают изнутри всю кухню и знают, куда ударить больней всего.